Уже отсюда видно, что сделано очень круто. Ну и для начала я хотел бы вам показать молодежную базу Кайрата, которая произвела у меня большое впечатление. Знаете, мне больше всего понравилось в Кайрате то, что они делают огромную ставку на молодых футболистов. Именно развивает молодых футболистов. Если сравнивать с другими клубами, мало кто так делает. Многие просто покупают дорогих игроков, а Кайрат делает и то, и другое. Да, ребят, кто меня смотрит из вас? Я! Красавчики! Изикатка, да? Изикатка! Мы находимся сейчас в раздевалке Кайрата, молодежки. Эту базу построили два года назад, получается. И выглядит она на уровне, я бы сказал, еврокачества. Как тебя зовут? Санджар. Санджар? А сколько тебе лет? Мне 10. 10 лет? Вчера исполнилось. А, получается 10 лет, молодец. И каково вообще, классно? Да. Тебе нравится все? Да. Не устаешь на тренировках? Нет. Молодец. Все. Привет всем. Привет. Первый. Да не посчитай ты ютуб-канал, зачем ты? Как тебе зовут? Ислам. Нажимай твои подписчики. А, так, в общем, это Ислам, он играет в Лиге Чемпионов. Сколько тебе лет? 17 лет. 17 лет играет уже в Лиге Чемпионов. И каково тебе играть в Лиге Чемпионов, расскажи. Ну, это непередаваемые ощущения. Как бы каждый мальчишка с улицы хотел бы побывать на этом турнире. И вот, наверное, мечта с детства сбылась. Да. А ты в детстве играл, вообще, как начинал? Как сюда попал, расскажи. Ну, я начинал с клуба Олимпик, без 10 лет. Занимался там 2 года, и потом отец отдал меня сюда, на просмотр в Кайрат. Просмотры ты прошел, да? Да, я прошел. А ты на какой позиции играешь? Вратарь. Вратарь? Да. А, тяжелая такая позиция. Согласен. Как тебе вообще база? Я вот посмотрел, знаешь, проходил, мне очень понравилось. Впервые вообще в жизни такое вижу, чтобы у молодежки была такая классная база. Да. База супер. Не знаю, такую базу, наверное, в Казахстане нигде не найдешь. Сам ее все получается. Да, в Казахстане не найдешь такую базу. Не найдешь такую базу, да. В Астане нет такой, да? Ну, мы были там, я тебе скажу, нет. У нас все получено. Натуральный газон. Приятно по нему даже ходить, а бегать, наверное, намного приятнее, да? И прыгать здесь, я скажу. Прыгать, а, да, ты же вратарь, и как бы прыгать классно, да? Ну, ладно, удачи тебе в Лиге Чемпионов. Приятно было познакомиться. Отсюда. Ну, мы, да, пойдем дальше. Здесь молодые футболисты обучаются русскому, математике и иностранному языкам, прямо как в школе. Но у них здесь есть строгое правило. Если, допустим, ученик получил тройку, то он не может тренироваться и наступать, да, я так понимаю, за Кайрат. Молодые футболисты будут не только хорошо играть в футбол, но при этом они будут хорошо учиться и получать достойное образование, я бы сказал. Ну, а дальше мне показали, как живут дети на базе Кайрата, и я был в полном шоке, потому что, как же они классно живут, и сколько же возможностей есть у молодых ребят сейчас. Что, вам нравится здесь? Конечно. Кормят хорошо? Да. Да? Мы сайфкат. Кого он? Кого он? Все, я думаю, мальчик. Сейчас мы находимся в Манежке, где тренируются игроки зимой в основном. Посмотрите, как классно выглядит. Здесь тепло, очень тепло зимой, и игроки могут тренироваться круглый год, даже зимой. И это только молодежка, понимаете? Это молодежка. От 13 до 19 лет здесь тренируются парки. Огромные возможности сейчас есть для детей тренироваться в таких условиях. Потому что в наше время, например, такого не было вообще. Кайрат позволяет вам такое сделать, поэтому, если вы хотите, можете отправить детей, можешь ты сам приехать сюда и тренироваться. Здесь очень классно. Если бы мне было, допустим, 10 лет сейчас, я бы, не раздумывая, сюда приехал бы и тренировал. Ну и в этот же день мы отправились на основную базу Кайрата, где тренируются Аршавин, Тимащук и другие игроки основного состава ФК Кайрата. Здесь, когда же у нас бассейн. Бассейн есть? Ничего себе. Да, бассейн. Пойдем в бассейн, в бассейн. Ох, я уже отсюда вижу. Здесь просто спортивный бассейн, да, этак? Ага. Здесь ходят, тренируются. Ага. Типа такой джакузи. Слушай, все так приятненько, уютно и, я бы сказал, чисто. Очень чисто. А эту базу когда построили? Год назад. Год назад, да? Ага. Здесь сауна, да? Здесь сауна. Ох, я бы попарился. И вот здесь... Флотболисты любят вместе париться, да? Здесь Крилл сауна. Крилл сауна? А что это? Я первый раз слышу вообще. Температура воздуха доходит до минус 200. Это что? А, это наоборот. Когда, например, мышцы встают и... Они надевают маску специально и заходят сюда. Ну, это на минут 5. То есть валютно для... Первый раз, знаешь, слышу. Очень дорогая вещь. Но она того стоит же. Да. Ой, хорошо быть футболистом-то. Кайрата особо. Для отдыха. Футболисты после тяжелой тренировки попить кофе, воды, сок, все что угодно. Здесь бананы, яблоки, мандарины. Плейстейшн даже, да? Ифу играют. Здесь тренер полует теории. Как матч. Вот, доска, получается. Здесь всякие заметки, следующий матч. Слушай, я понял, я хочу стать тренером. Так, в общем, слушайте меня сюда. Играем только флангами и вешаем штрафную. Забиваем только головой. Все поняли? Знаешь, я смотрю, отхожу и прямо чистота везде. Все чисто. Какой вид красивый. Вон там футболисты. Какой вид, посмотрите на этот вид. Вон Аршайн в конце красной манишки. Самый последний. И это Аршайн, ребята. Я опять его увидел. Скажи, им нравится, когда им делают... Это любимые процедуры, я думаю, да? Слушай, я тоже люблю массаж. Кто его не любит? Я так и думал, что у футболистов одна из самых главных таких кайфовых тем это массаж. Знаете, это похоже, как в лучших американских фильмах. Вот реально, я такое видел, только в лучших американских фильмах. Такая обстановка. Я никогда не думал, что наяву может быть так же, как в фильме. Нет, уровень, вот знаешь, реально, я говорю, уровень Европы. Мне кажется, даже не в каждом европейском футбольном клубе есть такая база. Только у Манчестер-Сити. А? Только у Сити Манчестер. Только у Манчестер-Сити? Серьезно? Только у Манчестер-Сити есть подобная база. То есть ты хочешь сказать, что у Манчестера Реннайдера нет такой базы? Нет такой базы. Нет такой базы у Манчестера Реннайдера, а есть у Кайрата. Это реально уровень, серьезно. Парень за дальним креслом, ну не важно вообще, задавай вопросы. У вас скоро Вагер против Кефира, что вы планируете сделать? Вы знаете, мы будем придерживаться одной тактики. Это навесы, навесы и навесы, удары головой тоже. Ага, спасибо. Так, это мы сейчас куда заходим? Это общий холл. Общий холл? Да. А, это все представители, да? Да. Сверхлазащитники Дарко Маркович, нападающий живой. Подожди, Котууар? Да, Котууар. Это как Драгба. О, это мой флаг. О, нет, меня ведет к другому флагу. Это потому, что Анатолий Тимощук у нас такая. Тимощук, да. И бразильский. Слушай, ну-ка. Потому что бразильский советовал. Украина. О, это кубки, да? Блин, он тяжелый. Сколько килограмм весит. О, вот так полегче. Тимощук. Он выиграл, а со вторым вроде сыграл ничью, я не помню. Но, в общем, играл он достойно. Играл он за «Зенит» и «Краснодар». Кайрата, к сожалению, в «ФИФЕ» пока нету. Ну, честно говоря, сложно было, потому что даже заболела рука после трех игр. Я не представляю, как они целыми днями сидят перед телевизором и играют в «ФИФУ». Ну, в принципе, интересно. Ну, когда я играл, когда я был тинейджером, я играл просто в менеджер. Поэтому это, естественно, сокращает количество времени, пройденное за компьютером. Поэтому у меня осталось время играть самому. В принципе, я говорю, что если бы я играл даже, то в роли менеджера, а не онлайн. На базе «Кайрата» я также встретил обладателя Кубка Лиги Чемпионов Тимущука. И вы знаете, он оказался в жизни таким простым и очень общительным. Ну, вот и все, ребят. Если вам нравятся подобные ролики, если вы хотите, чтобы я чаще ездил на другие базы других футбольных клубов, тогда ставьте лайки, ребят. Чем больше лайков, тем больше шанс того, что меня пригласят еще куда-нибудь и, может быть, пригласят сыграть с самим Аршавиным, Вагер или с Тимущуком или еще каким-нибудь другим футболистом. Это будет довольно-таки интересно сравнить простого задрота с профессиональным игроком. Ну и в конце я бы хотел выразить огромную благодарность Мадияру Жумабаеву, режиссеру «Кайрат ТВ», который мне помог снять для вас это видео. Так что, если что, ссылка на его инстаграм будет в описании.